Дорогие друзья, не стихать, дискуссия вокруг несчастного лайнера малайзийских авиалиний Боинг-Рейс М-17, сбитым 17 июля 2014 года на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. С толчком к созданию этого небольшого видео на основе архивных материалов послужило внимательное наблюдение над странным судилищем, происходящим в Нидерландах. На мой взгляд, это стало возможным из-за странной и непосредовательной позиции, в частности, Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации провело две пресс-конференции. Во время второй пресс-конференции внезапно оказалось, что КМ-17 летел практически одиноко сопровождаемый Лесимбокурским авиалайнером. Из разъяснений должностных лиц на второй пресс-конференции исчезло всякое упоминание о лайнере индийских авиалиний, который на встречном курсе и на относительно небольшом расстоянии от места авиационных инцидентов. Он не мог наблюдать, что же происходило в воздушном пространстве рядом с Малайзийским иммельчином. Будьте себе здоровы! Уважаемые коллеги, прежде чем говорить об информации, зафиксированной 17 июля 2014 года радиолокационным комплексом «Утёс-Т», расположенным вблизи поселка Усть-Донецке Ростовской области, остановлюсь кратко на его технических характеристиках. Данный радиолокационный комплекс входит в состав наземных средств для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. В его состав входит три радиолокатора. Первичный радиолокатор, вторичный радиолокатор и локатор госопознавания свой-чужой. Следует особо обратить внимание, что проигрывая файл от момента обнаружения и до текущего времени никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малазийского самолёта радиолокатор не фиксировал. Исключение составляет два гражданских судна с номерами 1775, вот траектория его показана, и 4722, вот траектория его движения. Первое судно пересекалось с малазийским самолётом задолго до катастрофы. А второе судно в настоящий момент находится на расстоянии более 30 километров от него. Проигрывая файл далее, до момента разрушения самолёта, Наблюдаем отсутствие сторонних объектов вблизи малазийского самолёта. Сейчас программа остановлена на последнем обзоре, когда самолёт наблюдается неразрушенным. Это время 13 часов, 20 минут и приблизительно 2 секунды. В следующем обзоре наблюдаем разрушение самолёта. Сегодня федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации получены материалы объективного контроля Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения. На данной видеозаписи представлена диспетчерская информация о воздушной обстановке в районе города Донецк в период с 17 часов 19 минут до 17 часов 25 минут московского времени с 17 июля 2014 года. В левом верхнем углу отметка от воздушного судна Боинг-772, следующая по маршруту Амстердам, Куала-Лумпур. Справа отметка от воздушного судна Боинг-778, следующая по маршруту Дели-Бирминген. Все три воздушных судна устойчиво наблюдают тремя радиолокационными постами системы организации воздушного движения и Министерства обороны Российской Федерации. Все три автостанции были стабильно наблюдены по трех предстоящих статей Аэр-Трафик Контроль и Министерство обороны Российской Федерации. Боинг-777 движется в направлении государственной границы Российской Федерации и должен пересечь ее в точке Тонар. Боинг-777 движется в направлении Российской Федерации и будет пересекать ее в точке Тонар. Диспетчер Заблаговеевна контролирует полет воздушного судна, постоянно запрашивает параметры полета на соответствие задания. Аэр-Трафик Контроль и Министерство обороны контролирует полета на автостанции и продолжает пересекать ее в точке Тонар. В 17 часов 20 минут на удаление 51 километр от государственной границы Российской Федерации на Азимуте 300 градусов самолет резко начал терять скорость, что отчетливо видно в того характеристик воздушного объекта. При падении скорости до 200 километров в час, в 17 часов 21 минуту 35 секунд в месте разрушения Боинга появляется новая отметка о воздушном объекте. Данный воздушный объект устойчиво наблюдается радиолокационными постами Усть-Донецк и Бутуринское в течение четырех минут. Диспетчер, запрашивая характеристики вновь появившегося объекта, данные о его параметрах получить не может, так как вероятнее всего воздушное судно с системой вторичного опознавания не оборудовано, что характерно для военных самолетов. Анастасия, запрашивая характеристики, нового опознавания не смогли получить их, потому что это вполне возможно, что этот опознавание не было на втором детекционном системе, что довольно типичное для военных опознавания. Ранее обнаружение данного воздушного объекта не представлялось возможным, так как контроль воздушной обстановки осуществляется радиолокационными средствами дежурного режима с возможностью их обнаружения на данной дальности на высоте полета более 5000 метров. Обнаружение стало возможным при наборе высоты. Дальнейшие изменения параметров полета объекта по курсу свидетельствует о том, что он барражирует в районе разрушения воины 777 и осуществляет контроль за развитием ситуаций.